всем добрый вечер у кого-то ночь у кого-то утро у кого-то день привет привет давайте немножечко подождем и дайте мне обратную связь как у вас со связью как с картинкой добрый добрый вечер вижу вижу ваши сердечки спасибо как у вас настроение все супер все слышно все хорошо отлично оленька здравствуй делаю крылья и кайфую прекрасно что может быть лучше супер хорошо видно хорошо слышно отлично сейчас я вот немножечко как-то вот так вот сделает у меня лицо закрывается комментариями очень хорошо что у вас хорошее настроение я люблю таких людей конечно невозможно быть всегда в хорошем настроении наверное да но все таки большую часть жизни наверное приятно так прожить карина у меня эфир начался что-то срочно я думаю что-то случилось вот смотрите про то как будет проходить эфир эфир на тему как не откладывать дела на потом то есть как не прокрастинировать как стать автором своей жизни немножечко вернемся в темы которые были затронуты ранее и дам рабочие инструменты которые помогут вам то есть мы не просто будем говорить о причинах прокрастинации а это очень важно потому что когда ты понимаешь причину ты можешь себе помочь да то есть мы с вами про самопомощь сейчас прежде всего будем говорить но многие процессы которые с нами происходят мы вообще не понимаем да почему это происходит и как правило у нас ладно не буду начинать сейчас расскажу программу вот мы поговорим про это я дам инструменты у меня менеджер мои до настаивали чтобы я сначала рассказала про новый курс а потом дала вам скажем так пользу до большую пользы будет очень много я вам гарантирую но я решила сделать по-своему я сначала дам пользу потом мы с вами прервемся на рекламную паузу а потом продолжим скажем так сделаем так то есть у меня будет здесь реклама курса нового есть те кто наверняка так и не дошел и не ознакомился а что же это за курс мне только сегодня несколько человек написали и спросили а вообще завтра там завтра завтра у вас что-то там начинается движуха как присоединиться я говорю ребята везде информация была везде stories и так далее но я понимаю что есть люди которые не каждый день заходят инстаграм не каждый день смотрят мои stories не каждый не каждый дойдет до кликнет на ссылочку и почитает поэтому сегодня я вам о нем расскажу для меня это очень важно этот курс просто я в него очень много вложила сил любви ресурсов разных поэтому конечно мне очень важно с вами им поделиться и я хочу чтобы как можно больше людей смогли его пройти и для всех кто будет на вебинаре сегодня да я сделаю приятный сюрприз так как сейчас цена уже поднялась но в общем сообщу позднее почему я такую тему подняла как откладывание дел на потом и прокрастинация потому что это на самом деле одна из самых больших проблем для творческих людей на самом деле не только то есть если вы сейчас работаете в найме то вам это тоже пригодится эта информация вот и мне эту тему давно хотелось изучить самой потому что сама могу про себя сказать что я конечно тоже великий прокрастинатор и много откладываю на потом и я когда углубился в эту тему я поняла как важно чтобы как можно больше людей узнала о том вообще как с этим и бороться и надо ли бороться и от чего это у нас происходит еще раз повторюсь знание причин помогает помогать себе да и не не откладывать дела на потом особенно важны вот смотрите сейчас вроде как все видно все слышно вы мне тут машете все хорошо если будут какие-то вопросы то лучше их себе записывайте и вы не задавите в конце потому что отвечать в процессе мне будет тяжело я буду давать некие задания которые вам нужно будет они простые они связаны с вами это в пользу для вас поэтому возьмите ручку карандаш и листик очень советую не отвлекаться на другие телефоны на телевизор на какие-то дела позвольте себе полтора часа ну час-полтора посвятить вот для своего саморазвития то есть для личностного роста очень важно хотя бы иногда это делать когда мы делаем несколько дней дел одновременно мы ни одно дело не делаем хорошо поэтому сейчас просто проведите его с удовольствием если вам эта тема интересна если нет то просто выйдите из эфира и не тратьте время попросите родных вас не отвлекать это тоже очень важно чтобы они отнеслись с уважением к тому что вы вот хотите получить какую-то полезную информацию прошу также вас отключить скептика вот на это время просто с доверием примите информацию а потом вы решите что с ней делать использовать ее для себя для жизни для улучшения своей жизни или не использовать это уже потом сейчас просто отключите будьте белым чистым листом который готов воспринимать информацию воспринимать пользу и уже потом только анализировать и только потом сопротивляться это очень важно прокрастинации бывают разные да есть те которые откладывание каких-то дел то есть когда нам нужно сделать что-то руками головой да то есть это какие-то недоделанные отчеты на работе это недоделанные цветы которые у нас вырезаны лепестки и собственно все это лежит это про наше творчество если вы другим творчеством занимаетесь собственно то же самое у вас может быть а еще есть откладывание принятия решений это тоже прокрастинации то есть решение которое мы не можем никак довести до конца да то есть мы не можем либо сказать нет либо сказать да либо заключить договор либо наконец-то пойти пожениться официально до 15 лет живем и никак не решимся у всех разные правда но я еще раз повторюсь есть о принятии решений а есть о о том чтобы прям физически доделать какое-то дело подскажите мне сейчас пожалуйста было ли у вас такое что вы видели например какую-то идею которая была у вас в голове вы увидели что другой человек и и воплотил жизнь какую-то вашу задумку или какое-то действие да и и вот вы смотрите блин да что ж такое то я вот я хотела я же это все придумала я вот 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 я уже готова была сделать а он уже сделал но предположим вот про себя могу сказать у меня много раз такое было например я придумала фото зону форме полмесяца да и у меня была она в голове и потом я увидела ее реализованы уже и как бы блин у меня из головы ее украли просто это я я я я же так придумала у меня же была такая идея было было такое я думаю что да ну или например там давно хочу продавать свои и изделия ручной работы на там масс-маркете там на вальдбрид заходишь а батюшки а тут уже куча светильников продается и ночников а я хочу же целый год целый год хотела это сделать ну надо же а люди пошли и сделали просто то есть бывает такое да можете просто плюсики ставить если у кого-то такое было вот потому что это как раз про то что есть люди которые берут и делают а есть те кто прокрастинирует но как говорит статистика 95 процентов людей все-таки признались что они откладывают дела на потом а 5 процентов якобы не откладывают но есть подозрение что эти пять процентов просто врут себе и нам что они откладывают все-таки все-таки все люди ну в разном количестве откладывают дела и есть разные на это причины и сейчас мы с вами об этом поговорим меня есть немножечко подсказка вот я не заплуталась обычно когда человек откладывает какие-то дела самое простое самое простое если вот брать прям вот короткое такое объяснение что то человеку не нравится то что он делает то есть он просто ну не любит это да то есть его это не зажигает и его от этого не бомбит и так далее но я думаю что это не совсем так потому что я знаю что я откладываю часто дела какие-то но я люблю это делать то есть моей у меня есть такое да что у меня отложены какие-то дела но они отложены не потому что мне совсем не нравится это делать я стала копать дальше то есть слишком узко да то есть как-то не нравится делать, это да, то есть это действительно важно, чтобы дело, которое вы делаете, оно вам приносило удовольствие, то, что нам не нравится, мы делать не хотим. Но тем не менее, это не всегда так. Что же еще? Вот запишите себе, да, то есть если дело не нравится, то есть вы разбираетесь, вот я откладываю это дело, признайтесь себе, вы возможно просто не хотите его делать, оно вам не приносит удовольствия. Второе, это если вы не понимаете, у вас не структурирована задача, то есть если вам дали на работе задание, сказали собери 100 человек на симпозиум какой-нибудь, а вы понятия не имеете, как это делать, то есть вы просто не знаете вообще этапы этой работы, вы не знаете для чего-то это надо, и у вас, ну вы взяли на себя ответственность, кстати, есть люди, которые вот прокрастинаторы великие, да, это те люди, которые берут на себя много ответственности, они, кстати, люди ответственные вполне могут быть, они соглашаются на выполнение задач, на выполнение разных заданий, они на себя набирают, набирают, они, во-первых, не могут сказать «нет» часто, а еще они не могут отсеять важное от неважного. Они берутся за все и сразу, а все и сразу сделать невозможно, соответственно, потом они физически не справляются, они начинают откладывать. У них куча начатого и куча незаконченного. Тоже такая история может быть. И вот если задача не структурирована, то есть вам дали какое-то задание, а вы просто не понимаете, как выполнить, вы тоже из-за этого можете просто не приступать. У вас страх, вы не знаете, с чего начать. И часто такие люди, если у них еще и завышена самооценка немножко, они не могут подойти и признаться, что они просто не справляются, что они не понимают, им нужно помочь. Вообще, в чем страх? Я немножко сначала... Почему плохо вообще вот эти отложенные дела, да, заброшенные дела, чем они плохие? Почти у всех людей, абсолютно у всех, они вызывают чувство вины. То есть вы не просто не доделали дело, и оно брошенное лежит. Оно забирает вашу энергию, оно остеготит, вам стыдно, чувство вины, оно вообще очень разрушительное. И бывает же так, что, ну, вспомните себя. Например, вам нужно сделать какой-то проект или какую-то вещь доделать, или, не знаю, на работе что-то нелюбимое доделать. И вы не на работе. Ну, пусть на работе, давайте на работе. И вы так, ну, ничего страшного, если я пять минут попью кофе. И вы идете пить кофе. Потом вы говорите, ну, кофе я попила, ничего страшного, если я сейчас позвоню маме и с мамой пообщаюсь. Ну, как бы недолго, минут 10-15. Потом вы еще придумываете. То есть ваш мозг вас обманывает. Он находит вам более любимые дела, он вас отвлекает, чтобы вы не делали то, что вы не хотите. Но порой то, что вы не хотите, это не всегда действительно вредно для вас, потому что вредно не доделывать, правда. И тут нужно разбираться, почему вы не доделываете, по какой причине. Сейчас будем дальше копать. Почему вообще дела откладываются на потом. Вот. И вот это чувство вины, оно от недоделанных дел, на самом деле, очень сильно отравляет жизнь. Потому что есть люди, которые могут из-за этого впасть в депрессию. Я плохая, я неудачник, я ничего не доделываю, у меня куча начатого, и ничего у меня не получилось. То есть мы начинаем себя связывать с этими делами, естественно, недоделанными. И это все как снежный ком же. Вы одно дело не доделали, или одну часть дела, вторая тянется, третья. И это просто как снежная лавина на вас обрушивается, и вы под ней лежите, весь раздавленный. Потому что, ну, я не знаю как... Кстати, у меня даже была та теория грязной посуды. То есть если в посуду, в этой, в мойке нету грязной посуды, вы туда, может быть, еще и не будете ничего ставить. Но как только там появляется один грязный стакан, вы начинаете туда еще добавлять. Ну, я потом помою, но все равно она грязная. Я потом. И вырастает гора, мимо нее вы ходите с чувством вины. Ну, я, естественно, это в пример. У кого-то это посуда, у кого-то это еще какие-то дела. И потом ты просто смотришь на эту гору и понимаешь, что вымыть каждый раз по одной чашке гораздо легче, чем сейчас встать и просто тут зависнуть и разгребать эту уже пахнущую посуду. И все это тебе не хочется, и все это тебе неприятно. Вот кто понимает вот сейчас мою теорию с грязной посудой и с отложенными, недоделанными делами? Кому вот откликается? Скажите, пожалуйста. А еще может и плесенью покрыться. Скажите мне, пожалуйста. Откликается? И вот смотрите. От того, что вы в депрессии, вернее, не так, от того, что вы не доделали кучу дел, а иногда вы не доделываете их по разным причинам, и одна из причин может быть прям очень глубокая, очень глубокая, это желание быть в депрессии. То есть есть люди, которые любят быть в страданиях, потому что, когда они вот все такие несчастные, приползут к маме, к папе, к мужу, их же пожалеют, скорее всего, наконец-то проявят любовь, то есть это недолюбленность для многих может быть, да, то есть это таким образом, вот, как тяжело, столько дел, я ничего не успеваю, а в корень же никто не будет смотреть, да, на вас просто вот лавина, лавина, и вы раздавлены, и тогда вас, вот тогда на вас обратят внимание, и вас пожалеют, вот тогда будет оправдание вашему любимому времяпрепровождению, быть в депрессии, быть разбитым, быть несчастным, потому что, к сожалению, у многих картина мира такая, что внимание и любовь можно получить только таким образом. Возвращаемся в предыдущий эфир, который были шесть эфиров, кто смотрел, поставьте, и кому понравились предыдущие эфиры, поставьте, пожалуйста, сердечко или огонечек, вот, это были эфиры на разные темы, в том числе и про треугольник Карпмана, жертва преследователя и спасатель, это было про токсичных людей, да, тоже очень такой хороший эфир, как бы там тоже про это было немножко, вот, поэтому, конечно, если вы любите пострадать, то, скорее всего, ваши дела вы не доделываете, в том числе и из-за этого, потому что вы можете всегда оправдать свои страдания, потому что куча дел, и все прям недоделанные, какая-то, как тяжело, какие вы несчастные всегда люди, от которых вы хотите внимания, на вас, наконец-то, обратят внимание, вот. Что еще? Давайте дальше по списочку пройдусь. Это если глубокие есть проблемы, да, но если это в основном, вот, у большинства людей, это как? Несерьезность намерений. То есть, когда вы не доделываете дело, у вас просто к этому делу нет серьезного намерения. Это когда вы, ну, скажем так, не относитесь к этому как к чему-то важному. Если вы взялись за вязание, которое никому не нужно, цель этого вязания непонятна, непонятно, кому вы его подарите, непонятно, какому сроку его нужно сделать, то оно будет у вас лежать. То есть, если вы взяли вязание, которое нужно сделать заказчику к такому-то времени, или вы хотите подарить на Новый год племяннице шапку новую, то вы ее доделаете. Скорее всего, вы ее доделаете. Тем более, если вы эту шапку обещали. То есть, вот вы уже сейчас можете для себя выписывать, как доделывать дела. Это знать, кому это дело нужно в конечном итоге, обещать ему это, что вы ему это сделаете и так далее. Но это не всегда работает, давайте дальше, потому что это тоже нужно записать. Я дам несколько техник потом в конце, очень которые помогают. Я себе прям это все записала тоже, потому что, ну, у меня тоже есть такая проблема. Привет, я с вами. Вот, что еще? Не то время, не сейчас. То есть, очень часто. Вот прям напишите, если у вас это присутствует. Вот сейчас не время, вот попозже. Или, например, блин, уже поздно, уже поздно. Вот если бы раньше, то есть, вот если у вас есть такая история, когда вы привязываетесь к времени, и оно у вас, вот, ну, не сейчас. Вот, ну, не сейчас. Сейчас не время. С понедельника. Вот кто с понедельника бросал пить, курить, матом ругаться, кто с понедельника начинал бегать, кто с понедельника начинал, переставал есть тортики, у кого это было? Вот это все не работает вообще. Вот просто, ну, не работает. Это все знают, но все продолжают это делать. Единственное намерение, которое будет работать, это прямо сейчас. Вот оно у вас есть, и прямо сейчас его нужно начать делать. Не то время. В кризис, в кризис люди, большая часть, процветали. Они просто, у них выстрелил, просто выстрелил бизнес. Я могу про себя сказать, что в кризис я зарабатывать стала больше, чем я зарабатывала до кризиса. Не сразу, но пришло. Потому что я просто не расклеилась. А знаете, почему я не расклеилась? Потому что у меня была очень большая аудитория в Инстаграме, и я очень хотела поддержать своих учениц. То есть у нас такая взаимная, взаимообмен энергии мощный. Сначала я раскисла. Помню, спрятались в деревне. Сначала думала, ну всё, просто жопа полная. А потом я решила, представила себе, в какой же жопе тогда находятся мои сейчас ученицы, вообще другие люди. А я, у меня всё хорошо, у меня дом, у меня муж рядом, дети, мы все здоровы. Я точно должна поддержать. И когда я начала поддерживать, когда записывали марафоны, когда я записывала новые курсы интересные, то всё, мне не было времени раскисать. И у меня бизнес развивался. Я была активна в Инстаграме. То есть я не сложила лапки вот так вот, боже мой, какая трагедия случилась. Нет, я стала жить ещё более ярче. Но у меня были вы, и для меня вы были моей мотивацией. Дальше. Следующее, прям вот ещё этап, да? Это зацикливание на неудачах. Вот кому знакомо зацикливание на неудачах? То есть вот у вас не получилось, и вы думаете только о том, что у вас не получилось. Вы не думайте о том, что это лишь этап развития, да? То есть это точка роста. И вот зацикливание на неудачах я здесь хочу привести примеров несколько известных людей. Их, конечно, гораздо больше, но времени у нас с вами немного, поэтому я назову самых таких-таких вот прям. Например, любимая мною Джоан Роулинг. Кто знает такую? Кто такая? Давайте, вспоминайте, кто это. Жду, жду, жду. Давайте, давайте, вспоминайте. Джоан Роулинг. Кто это? Гарри Поттер, правильно. Это писательница, которая написала Гарри Поттера. Это самая успешная писательница пока в истории человечества. Она самая богатая писательница в мире. Она продала самое большое количество экземпляров Гарри Поттера. Ну, не знаю, сейчас на данный момент, но там, по-моему, 400 миллионов экземпляров. Вы представляете просто количество? Ей отказали 12 издательств. Больше, чем пальцев на моих руках. Ей отказали 12 издательств. Представляете, какую жирную рыбу они профукали? Ну, и что вы думаете? Она была на мели, она была просто нищая с детьми, она была в разводе. У неё был просто тяжелейший период. Ей там какие-то копейки, маленькое издательство заплатило, внесли аванс ей за эту книгу. И потом, по-моему, первый тираж был там полторы тысячи, может быть, меньше, но что-то такое. Я про неё давно ещё читала. И всё. Она могла бы сдаться. На первый неудачи, на второй, на третий, на пятый могла бы сдаться. На шестой могла бы сдаться. На седьмой. Она... Тринадцатый. Удачный у неё был заход в маленькое издательство. Понимаете? Потом есть... Кого я вам хотела ещё? Кого я хотела ещё вам в пример? В пример. Примеров много. В примерах... А, ну, писатель Стивен Кинг. У Стивена Кинга вообще интересная история. У него, по-моему, 40-50 раз ему отказывали. Ну, то есть не 12 раз даже. И он выкинул свою какую-то рукопись. И жена её... Ну, уже всё, видимо, веру потеряла. Ну, я так много о нём не читала. Ну, вот вкратце. Она достала эту рукопись. И она верила в него. И его издали. И он сейчас тоже... Он один из самых богатых, самых печатаемых, продаваемых, снимаемых просто писателей в мире. Ну, самый рекордсмен по неудачам это Эдисон, который... Ну, Томас Эдисон, знаете, кто? Давайте. Томас Эдисон. Я подготовилась, я знаю. Кто такой Томас Эдисон? Интерактив сегодня. Я, кстати, не просто так задумала эфир к последний день осени, потому что с 1 декабря, во-первых, стартует мой новый цветочный курс, большой. Во-вторых, в закрытом клубе творческих предпринимателей впервые я буду проводить марафон по желаниям. Я давно этого хочу и буду эксперимент ставить на моих девчонках. Лампочка. Кто-то один написал лампочка. А, нет, ещё есть кто написал лампочка. Всё правильно. Томас Эдисон изобрёл лампочку. Кто знает, сколько раз он ошибся? Сколько было неудачных у него экспериментов? Ну, хотя бы приблизительно. Напишите пока. Вот. А я расскажу немножко про клуб, да, тоже, что... Хотя я вообще не планировала про него, но важно. Что с декабря мы с девчонками будем... Будем учиться в декабре, особенно усиленно к концу декабря. Будем готовиться к загадыванию желаний. Будем загадывать желания и будем работать над тем, как... Лена, я из клуба класс. Лен, да. Я вам ещё этого не говорила, кстати. Но я знаю, что вы будете не против дополнительной информации. 400 плюс. Кто-то написал 140. Нет, мои хорошие. 10 тысяч раз. Вот запишите себе прямо сейчас. Томас Эдисон ошибся 10 тысяч раз. Основатели Алиэкспресса его даже в Макдак на работу не брали. Великолепно. Я сейчас тебе его запишу. Я, кстати, не знала про него. Я очень люблю такие истории. Обожаю просто таких людей. Ну вот. И когда Томас Эдисон... Кстати, я даже, знаете, что сохранила? Я сейчас вам прочитаю, как он относился к своим неудачам. Прямо его слова, ну, наверное, точные. Наверное, точные. Слушайте. В общем, какой-то корреспондент его спросил. Репортер спросил, чувствует ли он себя неудачником и не хотел ли он... Чувствовал ли он себя неудачником и не хотел ли он, ну, остановиться после 9 тысяч неудачных попыток. Эдисон просто сказал, почему я должен чувствовать себя неудачником и почему я должен сдаваться? Теперь я точно знаю, более 9 тысяч способов, при которых электрическая лампочка не будет работать. Успех почти в моих руках. Вы представляете, насколько сильны эти люди? Давайте от них просто подпитаемся, просто даже знать о них уже круто. Он не рассматривал свои неудачи, как неудачи. Это удача, что он теперь знает. 9 тысяч способов, при которых лампочка не работает, значит, удача совсем близко. Это великолепно просто. А многие из нас сдаются, знаете, когда? До первой неудачи. До первой неудачи. Нет ещё неудачи, а есть те, кто сдаются. Они просто заведомо её боятся. Они даже не начинают, потому что сдаются те до неудачи, которые даже не пробуют. Уже те крутые, кто хоть как-то пробует, хоть какую-то неудачу себе в жизнь принесут. А многие даже одной неудачи боятся. Поэтому, нафиса, нет, не второй-третий раз. Второй-третий раз – это крутышки. Я знаю массу людей, которые не пробуют вообще. Они даже до первой неудачи не доходят. Ко мне недавно сюда, в магазин, в мою мастерскую, у нас есть офлайн-магазин, в Нижнем Новгороде, приходила женщина, она в возрасте. Общалась с ней мой менеджер, но я слышала разговоры, я была поражена. Я просто такие вещи все прям у меня записываются сразу для вас. Она хотела купить картину, ой, хотела купить вышивку, но у нас вышивка не продаётся. И менеджер предложила картины по номерам и картины мозаика, да, выкладывать. Там тоже всё по номерам, всё понятно. И она сказала, ой, вы знаете, мне дочка подарила картину большую, красивую, по номерам. Но вот она стоит, я на неё смотрю и боюсь. Я её не трогаю, потому что вышивку я раз, иголочку засунула, не туда, высунула, всегда можно исправить. А картину по номерам, а вдруг я её испорчу? А вдруг я не туда мазок поставлю? И картина стоит, по номерам картина стоит. Вы представляете, насколько в нас это заложено? Это наше поколение, то, которое было. Оно ведь все нам страхи, мы впитали их с молоком. Потому что для многих, ещё один пункт запишите, почему откладываются дела, почему мы даже не пробуем менять свою жизнь? Потому что для многих лучше идеально никогда, чем кое-как, но сейчас. Вы прям запишите. Вот вы выбираете идеально, но никогда, потому что идеально никогда не бывает. Вот никогда. Вот зацикленность на идеальности, это значит никогда. Вот сколько говорят сейчас коучи, психологи, тренера по личностному росту, что лучше делать хоть как-то, хоть на двоечку, чем не делать никак вообще. Потому что только в процессе ты можешь втянуться, только в процессе ты можешь понять, твое, не твое. Ты не можешь заранее этого знать. Ну, понятно, речь не о том, что идти делать, вот абсолютно тебе это не заводит, и ты вдруг идёшь делаешь. Если тебе нравится, иди пробуй, не получится, значит, ты будешь знать, что ну это не твое, не понравилось, пробуй ещё что-то. Это будет один из пунктов, который можно будет вычеркнуть. Или обвести кружочком и на стену повесить. Дальше поехали. Про ожидание идеально, идеальности, да, я вам сказала, да, то есть лучше на самом деле хоть как-то делать сейчас, чем идеально, но никогда. Ещё один пункт, это нежелание проходить, нежелание проходить сложные этапы работы над собой. То есть это, ну, например, например, меня спрашивают, кстати, меня очень часто спрашивают, Оля, как ты набрала 140 тысяч, там, 148 тысяч подписчиков? Вот как ты набрала? Я говорю, постоянно выкладывала посты, потом подсоединились в сторис, вела прямые эфиры раз в неделю, значит, естественно, делала качественный контент, давала очень много пользы, опять же, была открытая честна с подписчиками, узнавала, что им интересно, лично вела аккаунт почти всегда, да, не пользовалась никакими накрутками. Что, правда, что ли? А я думала, может быть, есть какая-то программа, которую ты там всё забьёшь, и там, ну, можно, или может быть, какой-то... То есть люди ждут какую-то волшебную таблетку, чтобы ты им сказал, слушай, да просто заплати блогеру, он тебя прорекламирует, и к тебе придёт 148 тысяч подписчиков, и ты будешь счастлив и богат. А то, что каждый подписчик на ручках вот так вот практически принесён, это никто не хочет слышать. Сразу страшно, сразу, ой, нет, ну, нет. Или, например, про похудание, да, там, Оля, как ты вообще так вот выглядишь в 41 год? Как вот, как вот, что ты делаешь? Занимай спортом два раза в неделю, не ем сладкое, не пью кофе, не пью чай, не ем мучное, не ем молочку. Ну, это слишком сложно, а точно никакие таблетки не глотаешь, а точно ты ничего не принимаешь? А может быть, у тебя там, не знаю, липосакцию тебе делают, но я утрирую. Понимаете, что часто, часто люди не начинают и не могут даже доделать какие-то дела, потому что слишком сложен процесс оказался. Не хотят они через это проходить, и бизнес они свой не хотят начинать, потому что там слишком сложно, ну, так это уже ваш выбор, правда ведь? Дальше. еще одно. Многие стремятся справляться с каким-то делом одни, они не могут делегировать какие-то части, то есть вот если вы на работе и вы руководите отделом, и у вас есть задание на ваш отдел, что вам нужно сдать какой-то отчет, соответственно, руководитель, грамотный, что он делает? Он распределяет по сотрудникам задания, он это все курирует, да, и потом он предоставляет отчет руководству. Как в бизнесе, да, то есть когда вы думаете начать свое дело какое-то, да, вы не можете решиться, потому что вы видите какой-то конечный результат чей-то, и думаете, юкорный бабай, там у нее команда, наверное, таргетированную рекламу оплачивает дорогую, и это правда, она там столько училась, она и это успевает, и то-то успевает и это делает, и плюс у нее там куча всего, я вообще не знаю, как вообще не понимаю, что с этим делать, все, стоп, я боюсь, мне страшно, я не пойду туда, но на самом деле, на самом деле, не надо, во-первых, сравнивать свое начало с чужой серединой, я это уже неоднократно говорила, а во-вторых, вы правда можете какие-то, вот, например, вы боитесь, что не можете справиться с каким-то процессом, который необходим вот в вашем бизнесе, но вы всегда можете нанять человека, вы можете его нанять дистанционно, вы можете его нанять только на это дело и заплатить ему разово, не обязательно брать на зарплату, когда я начинала, я тоже боялась, что я не справлюсь, и ко мне стали приходить работники, которые работали по час в день, по два в день, мне не приходилось им платить зарплату, просто там, что они сидят, ничего не делают, мало того, можно платить зарплату сдельно, мало того, можно платить зарплату вообще, за какое-то вот дело они одно сделали, и вы с ним расстались до следующего дела с этим человеком, или вообще другого потом взяли, не надо бояться, что вам нужно полностью весь путь пройти одному, во многом вам могут помочь наемные работники, и вот этот страх делегирования себе можете записать, если он у вас есть, значит, с ним надо работать, значит, вы уже откопали, почему вы не можете начать свой бизнес, например, это страх делегирования, или, например, бывают такие неудачно поставленные руководители, которые не могут раздать задания грамотно, когда они либо дают задания так, что неэффективно работают сотрудники, либо они вообще не понимают, что от них нужно, и так далее, и от этого процесс, конечно, не идет дальше, это совсем не страшно делегировать, но если у вас есть такой страх, значит, с ним нужно работать, кстати, в закрытом клубе творческих предпринимателей у меня был на эту тему эфир, и кто присоединится сейчас, вот с 1 декабря, я всем буду завтра записывать, естественно, сообщение, кто присоединится, потому что туда много людей придет, есть большое количество людей, кто оплатили тариф королевы цветов, а туда входит бесплатно 3 месяца участия в клубе, 3 месяца прокачки, мне очень важно, если вы покупаете такой тариф, чтобы я вас еще прокачала, чтобы вы не только делать цветы научили, чтобы продавать научили, чтобы вы были все уверены, чтобы проявленность у вас была, чтобы вы многие вопросы, которые связаны с развитием бизнеса, могли закрыть, скажем так, в моем клубе, и там был эфир про делегирование, про найм сотрудника, я думаю, что можно что-то еще и повторить, но я буду всем говорить, у вас там очень много в начале информации будет, обязательно вернуться в начало, у вас же все, мы это все сохранили, все это подписали, на гид-курс загрузили, и все эфиры, почти какие выходили полезные за все эти месяцы клуба, существование клуба, вы сможете их все пересмотреть, у вас вообще бонус, единственное, нужно время на это, естественно, вот, что дальше, а, синдром самозванца, да, то есть, часто люди откладывают что-либо, откладывают начинания какие-то, откладывают решения проблем, откладывают смены деятельности, потому что им кажется, что им нужно еще подучиться, еще купить курсы, еще, 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 постоянно, 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 и они не могут остановиться, и они под тяжестью этих знаний, они уже не развиваются даже, они наоборот вводят себя в депрессию, им становится еще хуже, потому что они их не используют, знания нужны для того, чтобы их использовать, бесполезно знания хранить, либо знания нужны, чтобы их передавать, либо их тут же использовать. У кого, кому знаком синдром самозванца, поставьте плюсик, потому что мне очень знаком. Был, но сейчас практически я уже стараюсь с ним работать, то есть я понимаю, что невозможно получить все знания этого мира, невозможно. Моя задача, задача осваивать и передавать то, что я могу. Количество информации вокруг, ну, представим, например, тысячи гигабайт, а вы можете усвоить от этих тысячи гигабайт только, я не знаю, там, 10 процентов. Нормально. Плюсики ставите, да, синдром самозванца, копайте в этом, поэтому вы не можете двигаться дальше. Слишком много вы в себе копите знаний, вам нужно их уже использовать, вам нужно с ними работать, чтобы вас под... Ну, дальше будем, да, что делать дальше. И разрушающее окружение, да, то есть разрушающее окружение еще один из... одна из причин, который не дает вам двигаться, не дает вам доделывать дела, не дает быть автором вашей жизни. Ну, это опять же, если скидывать все на окружение, то вы как жертва, да, будете себя вести, но, тем не менее, мы, наше окружение это мы, да, то есть мы это наше окружение, мы очень... мы вряд ли будем успешными среди лентяев, неудачников, каких-нибудь алкашей, то есть вырвемся и станем удачными, мы станем удачными, только если мы вырвемся оттуда и создадим свою стаю, свою стаю, с которой мы на одной волне. То есть если вы с подругой много лет, там, 20 лет дружите и вдруг начинаете говорить ей, ты знаешь, а я устала быть жертвой после моего эфира, да, там, я устала быть преследователем, я устала быть спасателем, это разрушает, это вообще живешь не своей жизнью, она тебе говорит, господи, какую-то ересь несешь, пошли пивка попьем, и ты понимаешь в этот момент, что тебе с ней как бы не по пути, что тебе становится неинтересно, а ей неинтересно с тобой, мало того, она тебя еще может и обесценить и сказать, что ты там деньги зря тратишь на саморазвитие, а куда ты вообще полезла, кому ты нужна, сколько таких историй, когда успешные люди говорили, что им говорят, куда ты лезешь, ничего у тебя там не получится, они просто уходили от этих людей и шли тем, кто в них верил, они создавали вокруг себя свою стаю, один в поле не воин, кто согласен, что окружение это сила, что нужно менять окружение, менять это не значит, что посылать нахер всех, кто плохо зарабатывает или неуспешен, есть друзья, которые абсолютно нормальные могут быть, но неуспешные, я не призываю вас к этому, но искать окружение, которое вас вдохновляет, это нужно обязательно, если у вас окружение думающее, они за вами подтянутся, только тянуть их специально не надо, но сила окружения это просто мощь, это такая энергетическая мощь, это когда ты общаешься с людьми, которые, знаете, я вот недавно там сходила на концерт и девушка мне говорит, Оль, ты знаешь, а мы купили в верхней части города квартиру еще одну, трехкомнатную, большую, с хорошим видом, я такая думаю, Боже, как круто, как круто общаться с людьми, которые не только о проблемах, а говорят о хорошем, о том, что у них происходит классное, и говорит она об этом не потому, чтобы похвалиться, да, она настолько легко, и я настолько легко, она, видимо, легко мне говорит, потому что я легко это воспринимаю, у меня не зависти никакой нет, ничего, я наоборот, о том, что они съездили отдыхать, я ей рассказала, как мы съездили отдыхать, я рассказала про наши какие-то финансовые планы, Она рассказала про свои, естественно, мы про это ещё говорили, про концерт, про классическую музыку, мы всё успели обсудить, про то, где хотим, чтобы учились дети, про то, что хотим им там и европейско-американское образование, возможно, в будущем, и что к этому надо стремиться, сейчас нет денег, но надо зарабатывать. Класс! И когда ты с людьми общаешься, и они тебе говорят там такие, знаете, вещи типа, ты знаешь, а вот у меня опять пьяный пришёл, и вот я ему, а он мне, и ты сидишь, вот то ли ты спасатель, то ли ты уже жертва, что ты вынужден вот это слушать, понимаете? Или ты знаешь, а вот мама опять меня, там то, сё, пятое, десятое, токсичные родители когда, и вот я не хочу больше это слушать, да, есть прекрасные воспоминания со многими друзьями, но если у них ничего не меняется, если они живут как в замкнутом круге, вот в этой пирамиде, и они хотят тебя ещё туда втянуть, про пирамиду говорила, шикарный был эфир. Он, кстати, он, кстати, по-моему, не сохранился, а если сохранился, я его скинула в закрытый клуб творческих предпринимателей, если он не сохранился, то я этот эфир обязательно повторю. Тричонки, кто в клубе, напишите, он сохранился про треугольник Карпмана или нет? Вообще классный эфир был. Вот, на самом деле я не жалею о том, что какие-то эфиры не сохранились, потому что я считаю, что, ну, это вот так и должно было быть. Вот, то есть про окружение есть те, кто согласны, ну, видимо, есть те, кто промолчат, воздержатся, да, плюсики ставьте, кому откликается, очень важно. Ну, можно сердечки, я их вижу, спасибо. Спасибо. Вот. Ну, про окружение я сказала. Так, сейчас, секунду. Про то, как это всё поменять будет после презентации моей. Я вначале предупредила вас, что будет реклама. Нет, ещё не всё сказала, погодите. Я много чего не сказала, у меня там отложено как раз, как с этим совсем работать. Смотрите, какие ещё могут быть причины, причины недоделок. Аудио сегодня слушала. Аудио сохранилось, что ли? Елена, да? Надо же, здорово. Вот, смотрите, как, из-за чего ещё могут быть недоделки, из-за чего вы не можете решиться на какие-то изменения в своей жизни, принять какие-то важные решения, да, то есть это страх просто быть известной, быть вдруг успешной, потому что во многих из нас что сидит? Я серая мышка, я не должна проявляться, ну, кто я вообще такая? Вот была у нас в институте, вот, там, Маша, вот она звезда, а я вот, ну, какая я звезда? Какая я популярная личность, например, да? Или какая я успешная женщина? Ну, какая я? Ну, вот я сижу у себя на кухне, у меня занавески бабушкины висят, и, я не знаю, там, муж подвыпивший каждый день, ну, какая я, кто из меня получится? Конечно, если вы себе так говорите, конечно, никто не получится, вы боитесь, вы, да, вам вот дашь все инструменты в руки и скажешь, вот, на, делай, вот это-то, совершай такие шаги, вы не доделаете, вы бросите на полпути, потому что вам страшно быть проявленной, вы слишком забиты, многие из вас реально, я уже устала честно нянчиться со многими, потому что понимаю, что нужно быть пожёстче уже с вами, кто-то отпадёт, ну, я не, я не, я не могу всех вытащить за волосы, я хочу, чтобы остались со мной те, кто готов меняться, и приходили те, кто готов меняться, в лучшую сторону, те, кто готов сидеть на кухне и ныть, что я ничтожество, что мама-то в меня не вложила, ни любви, ни ласки, я вам говорила, куда идти с этим, психотерапевту, если настолько глубокие травмы, но я уверена, что даже этими семи днями я вам уже заменила один приём точно, придёте хоть с каким-то началом, поэтому часто люди не доделывают дела и не доделывают, не идут в своё дело, не идут в реализацию, потому что боятся, они боятся проявиться, просто боятся проявиться. Есть ещё один страх, страх денег, а вдруг я стану богатой, боже, какой кошмар, мама же говорила, что это плохо, папа говорил, что все деньги, все проблемы из-за денег, а бабушка говорила, что вообще мечтать о деньгах, это грех, грех, боже упаси, не дай боже, и вообще все, кто хочет денег, все, кто любит денег, это люди плохие. Проверь у меня в куртке, есть ли ключи от... и если что, на решётку у меня закрой, если есть, ладно, от мастерской? Вот. Вот скажите, у кого такие денежные установки в семье были? Честно. И у кого они сейчас? Пусть вы понимаете, что это не так, но вот признание, что у вас в семье это было, признание, что было, и даже ваше сознание понимает, что это всё ерунда, что это вообще не так, но если в вашей семье были такие речи, считайте, что вы должны прорабатывать эти установки, потому что над вами управляет подсознание, я уже об этом говорила на других эфирах, кстати, есть всё, да? Ага, ага, вот. Есть такое? У богатых одни проблемы, а ещё жили на троечку, на троечку, вот, не были богатыми, нечего и начинать, не жили богато. Куда вот им-то, куда нам-то до них? Они-то богатые, а мы-то бедные. Я когда услышала, у меня свекровь такое сказала внуку, я чуть не подавилась, я потом с ней такую беседу провела, я сказала, в смысле они богатые, а мы, а мы кто? Это у неё была, ребёнок хотел квадроцикл, у соседей есть, у нас нет, и бабушка решила, что единственная причина, как ему объяснить, что они богатые, а мы, я говорю, в смысле, мы можем себе позволить квадроцикл, но хотим ли мы его? И даже если мы не могли бы его позволить, не надо никогда так говорить, не надо такие ярлыки, ни на кого вешать. А что богатые все развратники и от семей гуляют, вот муж станет богатым, и он от меня уйдёт, заведёт любовницу, у кого такое есть, кому такое говорили? Вы знаете, почему мужики рядом с нами не растут? Со многими? Да потому что вы боитесь им вырасти дать, потому что вы как представите, что он на майбах и едет с дорогими часами, вы же сразу... А я же за собой не слежу, я же чума! Я же с грязными волосами, да только хожу в халатиках в крупную розочку по дому, понимаете? И бухчу! Очень часто, что мужики не развиваются только потому, что женщина просто, она боится, она не даст ему расти, она боится, она как представит. Кому откликается, жду реакцию. А ещё, что богатство передаётся по наследству, тоже такое, да. Страх, да. Ну, про то, что мне муж постоянно говорит, что у меня ничего не получится. А это значит, что он вас боится потерять, потому что он как представит, что вы проявитесь, как он видит ваш потенциал на самом деле, он видит, но он боится, скорее всего. Он просто боится, что вы будете звезда и нахрен его пошлёте. Он-то не хочет развиваться, понимаете? Разные бывают отношения. Бывает, что мужчина и финансово хорошо, и всё, но он не хочет, чтобы женщина проявилась, потому что ей легче манипулировать, когда она зависима от него. Понимаете, можно и пинка под зад дать, можно нахрен послать, можно изменять. Она простит ей, куда идти-то? А тут она вдруг бизнесом займётся, своё дело начнёт, да ты что, она ж звезда будет. Так, ну, про механизмы работы со всем этим поговорим потом. И сейчас будет презентация. Я буду в маленьком окошечке, у вас будет большой экран. Поэтому дальше продолжим, не уходите. Сейчас рекламная пауза, буду рассказывать вам про мой новый курс. Дальше обязательно будут ответы на вопросы. Мой новый курс называется «Цветочная сказка», и это самый большой курс по цветам, который вообще был на рынке онлайн-обучения по цветам. То есть крупнее, вообще масштабнее не было. Но я к нему готовилась очень много времени, и готовилась не одна, а готовилась вместе с своей командой. Мы разбили этот курс на три тарифа. Самый первый тариф, он не такой объёмный, как все остальные, но, скорее всего, может быть, как раз он вам и подойдёт, а может быть и нет. Самый выгодный, конечно, тариф «Королева цветов», наперёд скажу, но, тем не менее, этот тоже очень привлекательный. Тариф называется «Бабочка». Скажем так, вы только начали рождаться, да, вы ещё только бабочка. Туда входит ростовая роза «Торшер Шарм», кстати, вот она, вот она за мной стоит, красотка. Сейчас я вот так вот просто... Ага, не переключается, ладно. Вот, закрытый и открытый бутон для этой розы. Ночник винтовая роза небольшая, для того, чтобы вы могли с чего-то маленького начать, или наоборот, чтобы предложить клиентам разные варианты. Я даю вам уроки, как подключить винтовую розу от сети, или чтобы она работала от пульта, от батареек, беспроводное подключение. Очень популярно в Европе, потому что они боятся там связываться с электрикой. Очень классно будет вам даже для других цветов потом это использовать. Туда входит мастер-класс по стеблям, покраске, подставке, по разным видам листьев, которые вам пригодятся для других цветов. МК по подключению, естественно, торшера тройного и одиночного. Ну и схема создания гармоничной композиции. Еще раз просто покажу, как выглядит эта роза, да. Я сделала для мастер-класса, естественно, там есть все про тонировку и так далее. И входит вот такая винтовая роза в этот курс. Ну, помимо всех остальных уроков, да, то есть именно вот такие изделия вы научитесь создавать. Что есть в этом тарифе? Есть обратная связь от куратора, доступ к чату, где мы будем общаться со всеми учениками. И также вы получите сертификат об окончании курса, но только после того, как вы выполните домашние задания. Доступ даю на 8 месяцев. Этого вполне достаточно, тем более вы сможете замораживать доступ, если вдруг долго не будете заниматься. Тариф цветочная фея. Ростовая роза Торшер входит в Скарлетт, любимая всеми, да, диаметром 65-70 сантиметров. Два вида бутонов к этой розе. Альстромерия для ростовой композиции. Роза-ночник малышка Скарлетт. Давайте я, знаете, буду просто показывать вам картинки, а не перечислять. Так будет на самом деле правильнее. Вот она, роза Скарлетт, как она выглядит, как выглядят бутоны. У нас есть чертежи, как составить композицию с тремя большими розами и двумя бутонами. На самом деле это очень сложно, девчонки. Это кажется просто, но реально это сложно. Мы пытались повторить эти композиции, для вас зачертить высоту стебля, где расположены листья, чтобы вы правда могли сделать это красиво, потому что часто все портится именно составлением композиции. Работа бывает прекрасная, но в итоге в композиции выглядит неудачно. Дальше идет альстромерия. Альстромерию можно использовать как самостоятельные букеты, так и в композиции. Очень выглядит нарядно, когда она разбавляет букет с розами. И, ну, сама по себе она тоже очень красивая. Естественно, будет и тонировка, и выкрики, и все-все-все суперподробно, как всегда в моей онлайн-школе. Это новый курс, это не распродажа каких-то старых уроков. Настолько здесь вложено много знаний по преподаванию, по онлайн-обучению. И, конечно, мы туда вложили, правда, много ресурсов, чтобы вам было понятно и у вас точно получилось. Входит вот такая картина «Малышка Скарлетт». Это очень нежная такая розочка, похожая на настоящую, с листиками, с ягодками. То есть вы сможете такую создать. Входит картина, которая светится от сети, ой, от пульта до батареек. Она со светящимися серединками. Это альстромерия среднего размера. Она не такая, это другая выкройка. Новую создавала выкройку с бутончиками. Мастер-класс по бутончикам, естественно, выкройки на бутончике. Все до мельчайших подробностей. Ночник «Малышка Скарлетт», который можно тоже предложить клиентам либо в дополнение большой композиции, либо ее просто самостоятельно, как небольшой объект, который можно подарить там или украсить свой дом. Вот такое шикарное панно, потому что кому-то из клиентов может захотеться не маленькую картину, а большую. И поэтому я создала вот такое панно. Тоже здесь присутствует Скарлетт с альстромериями. Также в этот вкурс входит картина с винтовой розой, подсветка от сети и от пульта, от батареек, то есть чтобы не было шнура на стене, то есть чтобы у вас были разные способы. И вот все цветочки, которые присутствуют в этой картине, они все будут в курсе, то есть вы научитесь их создавать. То есть как вот на фото есть, то вы научитесь создавать. Естественно, будут схемы создания красивых композиций, плюс маленькие цветочки для разных видов картин, чтобы вы могли как можно больше разнообразить свою линейку продукта и предлагать клиентам очень разный товар. Тариф цветочной феи. Что туда входит? Обратная связь от куратора, доступ к чату с единомышленниками, плюс то, чего не было в курсе бабочка, это конкурс домашних работ с ценными призами. Призы очень классные. Ну и, конечно, сертификат. Доступ тоже на 8 месяцев с возможностью заморозки, то есть вы сможете продлить этот доступ. Тариф королева цветов. Все, что входит в первый тариф бабочка и цветочные феи, то есть все, что вы видели, входит в королеву цветов. И плюс подарки. Вот такой шикарный курс по созданию новогодней елочки, новогодний роскошь, венок, елочка и маленькая шляпная коробка. Просто утонченный, изысканный декор, который порадует просто даже вашу семью. Не обязательно даже на продажу делать, по-моему, классно это сделать. У меня стоит она дома, и я ее продавать не собираюсь. Настолько она мне нравится, она просто шикарная. Плюс к тарифу королевы цветов идут подарки. Это ночник в ВАЗе Альстромерия беспроводной, мастер-класс по экзотическим кустикам. Они очень востребованы у клиентов, многим нравятся. И это мы делали на заказ. Золото с черным для шоурума. МК панно букет с пионом и ромашками. Необычные формы, да, то есть может кому-то тоже такое необычное что-то понравится. Курс по продвижению «Хочу зарабатывать на рукоделии». Это для того, чтобы вы еще больше прокачали себя в Инстаграме. И три месяца участия в закрытом клубе творческих предпринимателей. Это супер бонус ко всем подаркам, чтобы вы точно решились на тариф королевы цветов. Потому что там правда намного это выгоднее, чем покупать по отдельности. И получается, что стоимость всех подарков почти 10 тысяч рублей. Но я их дарю бесплатно тем, кто присоединится по тарифу королевы цветов. Но вы можете выбрать и первый, и второй тариф на ваше усмотрение. На самом деле все зависит от вашего желания, от того, как вы хотите заниматься, какие цветы хотите сделать. Также те, кто будет участвовать в королеве цветов, просто так будет розыгрыш между участниками. Каждому будет присвоен номер. И я разыграю, то есть в рандомном порядке, генератором случайных чисел. Выберу пять победителей. Первый победитель получит курс «Все фотозоны», который стартует в январе, который все ждут. Второй курс «Окрыленный творчеством. Тариф взлет». Третий получит приз «Окрыленный творчеством. Тариф полет». Четвертый получит билет на участие в выпускном, живой выпускной, который состоится в марте 2022 года среди моих учениц онлайн-школы, ну и тех, кто был на живых мастер-классах, конечно, тоже кто захочет. Участие будет в выпускном бесплатное только для тех, кто на тарифе «Королева цветов». Для остальных участие будет платным. Это будет живая встреча. Я очень давно хочу организовать эту встречу, потому что многие онлайн-ученицы, конечно, хотят живого общения. Это непередаваемо. Пятое – 10 тысяч рублей на покупку материала в магазине «За Лунеева». Как вам призы? Поставьте «Огонька». По-моему, супер. Общий призовой фонд призов – 54 650 рублей. Представляете? То есть это очень круто. И доступ к этому тарифу на 12 месяцев. «Огонька» дайте за такие призы. Композиции из ростовых цветов, которые вы создадите на курсе, очень практичны. Их можно сдавать в аренду для оформления мероприятий, использовать для оформления витрин и коммерческих помещений, ну, либо продавать для украшения частных интерьеров. Тем более вы можете, вы научитесь создавать и светильники, и торшеры, и ночники. То есть тут как бы довольно-таки большой выбор у клиентов будет. Есть из чего выбрать. Все ростовые цветы и торшеры, которые входят в курс, разборные и мобильные, вы сможете их отправлять в разные города и страны. Также вам будут доступны уроки по упаковке и отправке цветов. То есть вы можете спокойно посмотреть уроки, не бояться брать заказы в другие города. Да, все разборное, все мобильное, и все очень-очень даже, ну, можно это все реализовать, потому что именно я на себе проверила. Это все фотографии с моих отправленных проектов. Ну, смотрите, сейчас цена в блоге, в блоге. Тариф бабочка стоит 5700 рублей, тариф цветочной феи 14500, и тариф королевы цветов 20200 рублей. Я, эту цену уже стоит, и на самом деле за эту цену уже люди покупали. Но я знаю, что есть многие, кто только-только узнал про тарифы, только-только узнал про этот курс и пропустил вообще скидочный момент, когда же была скидка. И я обещала вам, я вам обещала, что будет приятный сюрприз, слово «я держу», поэтому хочу дать возможность вам присоединиться с хорошей скидкой. Цена по промокоду. Вот сейчас запишите себе промокод, кто хочет попасть со скидкой. Красная цена – это та цена, которую вы получите, если введете промокод на нашем сайте. Промокод «Королева». Текущие цены скидочные действуют только до 2 декабря, до 12.00 по Москве. Очень важно. Я сейчас вам расскажу, как присоединиться, как оплатить, чтобы вам было все понятно. Ну, во-первых, запишите себе, да, не откладывая в долгий ящик, если вы приняли решение. Мы как раз сегодня про это, и мы сейчас будем дальше с вами говорить, какие механизмы применять и как обманывать свою психику, чтобы доделывать дела до конца, чтобы не впадать в депрессию. И у нас есть рассрочка беспроцентная. Проценты плачу я за вас, а вы берете беспроцентную рассрочку в Тинькофф Банк. То есть там вообще 0% на 4, 6 или 12 месяцев. Можно забронировать цену прямо сейчас, чтобы точно не слиться, да, и чтобы эта цена осталась за вами. И сейчас я вам расскажу, как. Вам нужно будет перейти на сайт, который у меня в шапке профиля. И там будет информация, вот кнопочка «Перейти к частичной оплате». Вот. Не забываем вводить тариф, промокод «Королева». Это очень важно. Забронировать можно цену не до 2-го числа даже, а до 7-го декабря. То есть вы вносите сейчас 1000 рублей, а потом уже либо берете в рассрочку, либо оплачиваете полностью, как вам удобно. Но до 7-го декабря продлить можно, если вы забронируете. Смотрите, в моей шапке профиля есть вкладочка «Новый курс «Цветочная сказка» и активная ссылка. Переходите, и там есть вся подробная информация. Если вы с чем-то не разобрались, вы просто нажмите кнопку «Связаться с менеджером». Это всегда… Вы получите обратную связь, вам подскажут и помогут. Как оплатить курс? Очень все просто. Там все вводите, все понятно. Обязательно введите промокод «Королева», чтобы у вас цена уменьшилась. И выбирайте тот тариф, который вам нравится. Бабочка, «Цветочная фея» или «Королева цветов». Если вы хотите обучаться сейчас, но платить потом, вам вообще первый взнос можно заплатить будет вообще через месяц. То есть вы, возможно, за этот месяц уже окупите курс и оплатите его спокойно полностью. То есть именно рассрочка дает такую возможность. Ну, сейчас я продолжу эфир дальше и дальше потом еще обязательно покажу вам по ценам. Так, а как мне теперь… Как мне теперь, чтобы был большой экран? А вот это мне не научили. Ага, все. Я сообразила сама. Я молодец. Ну что, я порекламировала курс. Я еще о нем все равно, естественно, расскажу. И дальше цены покажу еще раз тем, кто не успел записать или кто присоединился только. Вот, смотрите, как мы будем работать вообще, как мы будем обманывать себя, скажем так. Мы, во-первых, должны себя, правда, саботировать и перепрограммировать, скажем так. То есть мне тема близка аффирмации, то есть позитивных высказываний, позитивное мышление. Вчера у меня был на эту тему эфир. Он тоже прошел очень хорошо. Я сейчас не буду объяснять, что это такое глубоко, но скажу одно. Не скажу, а мы сейчас с вами, кстати, поиграем немножко. Вот у Тони Робинса, известного коуча, да, во всем мире, одного из самых успешных. У него есть такое задание, по-моему, он дает в зале, когда ведет свои вебинары. Вот посмотрите, пожалуйста, сейчас там, где вы сидите, посчитайте, сколько предметов есть красного цвета. Вот прям можете сразу сейчас быстро считать. Вот давайте прям 30 секунд вам на это даю. И пишите, вот сколько увидите быстренько. Напишите, пожалуйста, сколько предметов красного цвета вы видите. Пока вы пишете, расскажу еще дальше, что мы видим мир таким, какой он у нас внутри нам представляется. То есть мы, то есть, например, я сейчас воспринимаю информацию, ну вот, предположим, нет, не так. Каждый из вас сейчас вот эту информацию воспринимает так, как, по-своему, скажем так, да. То есть вы ее воспринимаете, но на языке, на вашем личном. Я вам одно даю, вы воспринимаете каждый по-разному. И вот вы сейчас посчитали, какое количество красных предметов в вашей комнате находится. А теперь прям сразу ответьте, прям сразу, сколько было синих предметов в этой комнате. Скорее всего, что вы вообще синие предметы не заметили. А знаете почему? Потому что вы искали красные. И вот если вы в вашем сознании и подсознании ищите негатив в этой жизни, то вы только этот негатив и будете видеть. Вот вам знакомо такое? Наверняка вспомните. Если вы... А, давайте я свой пример приведу. Вот я хотела отдыхать. Я очень хотела на море. И мне попадалось везде про отдых. Я вдруг в торговом центре, в котором бываю каждый день, там по каким-то делам, ребенок туда ходит на танцы. Я вдруг увидела, что есть отдел, там, горящие туры. Я его не замечала. Но я очень хотела отдыхать. Я начала... Мне почему-то стали все знакомые попадаться, которые либо откуда-то вернулись, либо куда-то собираются. В инстаграме, в ленте я постоянно цеплялась глазами, либо кто-то отдыхает, либо кто-то пишет про отдых и так далее. То есть я хотела отдыхать, и я видела информацию про отдых. Если вы зациклены, вы хотите, там, забеременеть, предположим, вам будут одни, там, либо дети, либо беременные казаться. Если вы считаете, что все мужики порочны, что все мужики изменщики, вы в каждом муже, своей подруге, в каждом члене семьи будете видеть порочный взгляд, что он смотрит не так, что он вожделеет, я не знаю, что он там, что эти не просто друг на друга посмотрели, а они как-то так посмотрели, а у них, наверное, что-то есть. Вы начинаете накручивать, вы начинаете придумывать, вы начинаете подстраивать, вы начинаете замечать только то, что хотите. Это работает абсолютно у всех, то есть по-другому просто не бывает. Если вы думаете о плохом, вы об этом думаете. Вот если вы думаете, что заработать много денег невозможно, что свой бизнес невозможно построить, что я не буду, что у меня не будет повышения по службе, потому что начальник продвигает там своего племянника, а не меня, что, предположим, что в нашей семье просто не может быть много денег, потому что это передается по наследству, вы не увидите те возможности, которые вам будут даваться. Начальник, он хотел бы вас повысить, но вы настолько не уверены в себе, настолько уверены, что это не случится, что он никогда вас не поставит. Зачем такого человека ставить на руководящую должность? Если вы... вообще денег, кроме как в найме, заработать нигде нельзя. Вам даже вот на блюдечке принесут и сказать, вот, вот, вы можете подработать, вы это не увидите. Когда у вас створки открываются, вы начинаете видеть возможности, вы начинаете замечать те подарки, которые дает вселенная, а подарки вселенная дает абсолютно всем. Она не выделяет никого, вы понимаете? Вот просто примите это. Нету любимчиков, нету. Все любимы одинаково, просто во всех по-разному заложено, и кто-то находит чек, код от жизни, а кто-то нет. А знаете, кто не находит? Кто не ищет, понимаете? Кто вообще даже не хочет искать. В этом большая-большая разница, просто огромная. Этим мы и отличаемся. Этим отличаются успешные люди от неуспешных людей. Успешные люди, они, правда, они замечают возможности, они не упускают их. Они берут... Вы знаете, как, например, одна из моих успешных учениц, Женя, мне сказала, она говорит, Оля, моя жизнь, вот, ну, сейчас у нее сильно изменилась жизнь, да, она занимается большими цветами, раньше была домохозяйкой, она оформляет торговые центры, она зарабатывает там уже не десятки тысяч, а гораздо больше, да, конечно, много трудится, но она занимается любимым делом. И она говорит, Оля, а когда-то я просто увидела твою рекламу в Инстаграме, я просто, у меня щелчок, я потеряла ее, по-моему, она мне рассказала, начала прям искать, 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 где же я видела, она поняла, что... И она, она в тот момент думала, чем бы ей заняться, вот, чем бы ей займяться, пандемия началась, перестали иностранцы ездить, она там что-то с ними немножко, она была домохозяйкой всю жизнь, но когда дети выросли, решила чем-то заняться, и вот то, чем она изначально решила, зачахла из-за пандемии. И она увидела цветы, поняла, что, ну, вот, да, это не просто так попалось мне в ленте, ну, не просто так, это был знак, а есть те, кто эти знаки не распознает, потому что они сразу, это все развод, это все не работает, это не получится, а оно всю жизнь так, вот, всю жизнь, вот, они все плохие, все не так, все неправильно, и женихи-то все плохие, и мужики все плохие, какой бы ни пришел хороший, и она его будет гнобить, она будет его подозревать, что он рано или поздно станет плохим, и по жизни так, понимаете? И в больших компаниях, а зачем мне работать, зачем мне выделяться, я все равно здесь много денег не заработаю, я все равно меня не повысят, потому что я без блата, я буду сидеть вот здесь серой мышкой, а ты все равно проявляйся, все равно тебя это к чему-то да выведет, проявляясь, ты либо уйдешь отсюда с другим вообще уровнем знаний, с другим опытом, либо вот так всю жизнь серой мышкой и просиди на одном заводе 25 лет или 30, как мой папа говорил, не представляю, как можно работать столько лет на одном месте, это же со скуки можно умереть просто, вот, дальше, значит, про позитивное мышление поняли, да, что если вы не будете, вообще не поменяйте, вот не перечипируйте себя в голове на позитивное мышление, вы не будете замечать то хорошее, что с вами случается, просто не будете. Плюс еще, плюс еще одна очень важная вещь, вечно недовольные люди, про которых мы говорили, которые не благодарят, которые только берут, еще плюс они берут и все равно не недовольны, мало дали, не так дали, значит, и родители-то не додали, и бабушка-то не так воспитала, и руки-то у меня не те, и голова-то у меня не та, и волосы-то жидкие, и ноги-то кривые, вот, а то, что они в принципе есть, а в том, что есть люди, у которых не хватает кисти рук, а они творчеством занимаются, а то, что есть женщины, которые, не знаю, там, без каких-либо вложений делают огромный бизнес, строят, конечно, проще сказать, наверное, насосало, извините, как у нас любят обесценивать чужие достижения, или, наверное, она там просто с каким-то богатым папенькой, или родители, родители дали денег, а то, что куча людей, которым давали деньги, возможности, все это спускали и никем не становились, и куча примеров, когда люди без нулевых вложений делали большой бизнес, но лучше мы посмотрим на тех и обесценим, понимаете, чтобы продать свое бездействие. Дальше, вот смотрите, у вас есть два выбора, либо вы себя перекодируете на положительное мышление, либо вы просто с квадратными головами смотрите телевизор и кодируетесь от него, то есть они вас кодируют на страх, а там всегда, там всегда кодируют на страх, стабильность это хорошо, нестабильность это плохо, ой, хоть бы не было войны, а там вот везде в Европе, везде все плохо, только у нас все хорошо, а вот если туда-сюда не ходи, там снег башка попадет, и мы люди в страхе, ими легко управлять, и многим очень комфортно, они сидят перед телевизором и эту кашу кушают, вот, но это вам решать, себя переделывать, да, или чтобы вас переделывали через телевизор. Я вас переделать не пытаюсь ни в коем случае, я делюсь с вами информацией, а вам уже решать, что с ней делать. Вот, что делать, если не получилось? А, это мы уже обсудили, да, я вам пример людей говорила, все, это уже, это уже мы с вами обсудили. Так, дальше, следующий способ, как решаться, научиться решаться на какие-то действия, да, и как, скажем так, перестать откладывать дела на потом, как стать автором своей жизни, да. Вам в этом поможет окружение, опять же, да, создавайте окружение, потому что я разные проценты слышала, но где-то слышала, что знание вообще и умение, это только чуть ли не, там, 10%, 40% это наши мысли, то есть то, как мы думаем, и только, и уже 50% это окружение, то есть окружение, знаете, как говорят, мы среднестатистическое, если взять 7 человек, с которыми вы общаетесь, разделить вот на, чтобы среднестатистическое вывести, и вы получите ваш доход реальный, который может быть. Да, я даю лопату, все правильно, как писала Лена, одна из моих учениц, а копать вам или не копать, это вам уже решать. Вот, еще что нужно сделать, если вы постоянно откладываете принятие решений, откладываете дела какие-то, вам нужно выписать страхи, какие связаны, мы с вами уже их затрагивали, это очень важно, какие есть в принципе, да, вот, а еще в момент, когда вы хотите отложить решение или какое-то дело, прям вот себя сейчас записываете, и потом будете записывать, быть осознанным в этот момент, вот, например, вам надо принять решение, в какой институт поступать, ну или грубо, или вам надо принять решение, не знаю, выходить замуж или нет, вот, вам нужно выписать, почему вы не можете решиться, и вам прям в этот момент надо быть осознанным, прям здесь и сейчас, решить для себя и выписать, я это откладываю, почему, чего я боюсь, почему, почти всегда есть страх за этим какой-то, страх чего, что меня останавливает, то есть я боюсь доделать эту работу, потому что мне, у меня будет не тот конечный результат, или вдруг на меня обрушится слава, я допишу книгу, я стану известной, а я ее боюсь, у меня будет много денег, я их боюсь, копайте, копайте, что вас пугает, почему вы не доделываете то или иное дело, или не можете принять то или иное решение, что вы боитесь, чего в этот момент вы боитесь, прям выпишите себе и работайте с этими страхами, потому что очень многие люди, правда, выбирают лучше впасть в депрессию, кучу нерешенных задач, кучу нерешенных каких-то вопросов, недоделанных дел, и вот я вся такая несчастная, я такая уставшая, пожалейте меня, и вот так вы просто просите любви, а это очень печально, потому что любовь, ее не надо просить, вот, дальше, можно выписать себе все это, и если вы, скажем так, выписали вот эти страхи, проработали их, вы можете написать, какие малюсенькие шажочки вы готовы сделать к осуществлению своей цели, вот, чтобы доделать это дело, например, у вас дело состоит из нескольких этапов, и вы не можете, прям вот, есть у вас самый нелюбимый этап в этом деле, возьмите и сожрите эту жирную жабу в самой первой, вот это есть в тайм-менеджменте, по-моему, это коучи, это говорят, вот если у вас предстоит в течение дня, 10 дел, и из них есть самое нелюбимое, то его надо сделать в первую очередь утром, пока вы в ресурсе, пока вы в энергии, сожрать самую вонючую жирную жабу, сожрали, дальше вам легче будет, вот это, прям, вот ты знаешь, что ты каждый день приходишь в мастерскую, и не доделываешь одни и те же дела, разберись, почему, тебе не нравится, например, тонировка, ну, предположим, и вот просто скажи, сегодня утром я прихожу, откладываю телефон, а это великая прокрастинация, в телефоне посидеть, и сажусь, и добиваю эту жабу, я делаю то, что мне не нравится, вот жабу сожрали, дальше станет легче, вот прям противно, запили чайком, и пошли дальше, что дальше, я хочу, чтобы вы понимали, что самую мощную поддержку себе вы можете дать только вы, никто вам не поможет, в этом, понятно, окружение это сила, создали окружение, но мы работаем сами с собой, и если у вас, правда, вы настолько не уверены в себе, что вы не можете принять решение, даже хоть какое-то обучение пройти, а без обучения вы не сможете расти, например, вы хотите пойти в SMM менеджеры, да, и вот, один вебинар послушали бесплатный, второй, третий, и вроде педагог нравится, но вы все тумнете, а вдруг я лишнего, а вдруг я потрачу деньги, а вдруг мне не пойдет, ну вы же понимаете, что это вот, а вдруг это вы прям, ну, говно, извините, собачье, ну что это такое, зачем вы с этим сидите, зачем вы себя этим облепливаете, этими неудачами, зачем, правда, вы можете вот это жевать в себе, вот, пора выплюнуть, все, вот вы реально выходите по бесплатным вебинарам, и не можете решиться купить, выберите то, что по душе, выберите то, что зажигает, выберите преподавателя, которому доверяете, и, чтобы решиться на это, перед этим всем, вы можете себе как помочь, вы можете себе сказать, поработать с аффирмациями, это очень классная вещь, просто классная вещь, которая работает, выберите для себя любую, я успешна, я счастлива, самая простая аффирмация, я счастлива, вот начните, давайте самое простое, мы сегодня в закрытый клуб творческих предпринимателей, это, скинули эту аффирмацию, и, собственно, с этого начали, очень здорово, вы просто начинаете, я счастлива, в день по сто раз, пока не начнете в это верить, это работает, это меняет на позитивное мышление, негативное на позитивное, вы просто не будете столько ходить вот с таким опущенным ртом, понимаете, вы не будете с кислым лицом заходить в помещение к другим людям, вы не будете с кислым лицом домой приходить, потому что вы счастливы, у вас нет причин для несчастья, как правило, их нет, потому что если вы концентрируетесь только на негативе, он с вами происходит и внутри, и снаружи, он притягивается к вам. Вот прямо сейчас давайте скажем спасибо за то, что у нас есть, прямо сейчас. Каждый день нужно говорить множество спасибо, множество благодарностей. Просто у меня есть ученицы, которые каждый день мне пишут практически спасибо. Я вообще тащусь просто. Они это делают для меня, думаете? Они для себя делают, потому что это же секрет от... Это изменение, которое уже нельзя назад вернуть. Вот скажите спасибо за то, что у вас есть. И знаете, это работает даже тогда, когда кажется вам вот настолько вы все в негативе, что вам кажется, что вам не за что говорить спасибо. Вот правда. Просто начните через силу говорить спасибо. Дальше. Что ещё дальше надо сделать для того, чтобы побороть все это дело. Побороть все это дело. Уменьшить энергию, которую вам нужно влить в то, чтобы начать. Вот смотрите. Например, ну, например, вам нужно сколотить табуретку, предположим. Вы знаете, что вам нужно её сколотить, и вы всё время откладываете. Потому что у вас один инструмент дома хранится, второй в гараже, надо туда-то поехать, сюда-то поехать. Сделайте всё, чтобы у вас это было в одном месте. Вот уходя вечером, положите себе это прямо на стол, табуретку всю эту. Максимально подготовьте всё к тому, чтобы её собрать, и придите и сделайте на следующий день. Потому что чем больше энергии вам нужно затратить вначале, вот после вот длительного откладывания, вы не можете начать из-за этого. Сократите, уменьшите вот эту энергию. Если вы не можете, знаете, как говорят, не можешь начать бегать утром, ложись в кроссовках спать. Просто ложись в кроссовках спать, и утром тебе не надо будет одеваться. Вот, например, я в деревне начинаю бегать всегда. Почему весной? Потому что в городе это тяжело сделать. Нужно выйти из квартиры, дождаться лифта, спуститься на лифте, выйти из подъезда, потом вернуться в подъезд. Что нужно сделать в своём доме? Выйти из дома и побежал. Причём пофигу в каком-то виде практически. Оно легче, меньше надо. Поэтому, когда мы начинаем то, что мы давно откладывали, лучше сократить энергию, которую вы вливаете в начало, в старт. А, ну и включать систему напоминаний. Про аффирмации тоже вчера говорил девчонкам, да? И это очень важно, на самом деле. Это система напоминаний. Это когда ты делаешь всё для того, чтобы это стало твоей привычкой. Те дела, которые вы постоянно откладываете, просто введите напоминаний, и у вас это войдёт в привычку, в хорошую привычку. Сколько там, кто-то говорил раньше, там, 21 день, сейчас кто-то говорит месяц, не знаю, 40 дней. По-моему, всё-таки 40 дней уже, если я не ошибаюсь. Ну и, короче, не откладывайте на понедельник никогда. Если у вас есть намерение, то делайте это прямо сейчас. Если вы прямо сейчас решили, что вы давно не приседали, прямо сейчас сели и поприседали. Есть ещё какие-то интересные техники. Я вам, по-моему, хотела рассказать. Мне даже что-то было записано, я сейчас скажу. Ну и расставить приоритеты. Да. Очень часто мы берём много дел, но не доделываем их потому, что мы считаем их все важными. Но, когда вы пишете план на день сделать 500 дел, вы себя обманываете. Ваш головной мозг такой, ух, боже, с ума сошла, я вообще лучше ничего не буду делать, чем делать что-нибудь, потому что я не понимаю, что из этого важнее. Пишите список так, чтобы у вас были самые важные дела, выделенные, и остальные менее важные, подважные, да? Потому что, когда вы пишете правду, очень большой список на дел, вы просто, мозг ваш в шоке, он понимает, что вы не сможете это сделать, что лучше не делать ничего вообще, чем вообще браться за что-то, и, главное, непонятно, какая цель. Поэтому у любого дела нужно понять, во-первых, какую ценность вы от этого дела получаете. Если вам надо сдать доклад на работе в найме, значит, вам дадут за это премию, наверное, или похвалят, ну, или вообще это ваша обязанность, да? А если не сдадите, вас уволят, есть негативная мотивация, это тоже плохо. Лучше на позитивные всегда выезжать. Поэтому, когда большой список дел, чтобы себя не нагружать, не обманывайте себя. Есть те, кто, знаете, начинает себя обманывать, я вот такой список напишу, и тогда я точно сделаю. Нифига подобного. Лучше маленькие напишите, останется свободное время, лучше доделайте, подтяните какие-то списки из следующего дня, если захочется. Но пугать себя и свой мозг большими списками дел не нужно. И с принятием решения то же самое. Потому что все решения, все недоделанные дела, все решения, которые мы не приняли, они забирают у нас энергию, они убивают мотивацию, они нас могут даже вогнать в депрессию. И знаете, какой самый крутой совет, самый крутой вообще совет? Вы сейчас будете в шоке, просто в шоке от того, что сейчас узнаете. Какой совет, как начать делать? То есть начать делать то, что давно откладывали, как принять решение, как на что-то решиться? Вы прямо сейчас запишите себе. Просто начать делать. Я думаю, что вы уже от многих это слышали, это не я придумала такое. Это правда работает. Потому что когда ты начинаешь делать, ты втягиваешься. Просто начните делать уже. Хватит прокрастинировать. Это, знаете, та история, когда ты смотришь эфир про то, как не прокрастинировать, но ты в этот момент прокрастинируешь. Как раз отложил какое-нибудь важное дело. Просто начать делать. Бесполезно откладывать. Ну просто. Всё, что мы откладываем, оно, как правило, плесенью там и порастает. И это забирает энергию. Кто вообще с энергиями знаком? Вот поставьте плюсики, кто про энергию хоть что-то начал читать, хоть что-то узнавать. Потому что это очень важно. Каждая вещь несёт энергию. Понимаете? Человек нам несёт энергию. Мы отдаём энергию. Я сейчас её очень много отдаю. Причём у меня день, вы даже не представляете, насколько мне было тяжело изначально выходить в эфир. Вы даже представить себе не можете, потому что у меня был непростой день. Мне сегодня два с половиной часа делали зубы опять. И я вышла, у меня всё раздраконено там, всё болит. Я кушать не могу. Но я чувствую ответственность, что мне необходимо самой даже завершить этот марафон, который я вам обещала. Я просто не знала, что так тяжело будет мне у зубного сегодня. Мне вот такое очень тяжело было. Я прям входила, ещё я готовилась, тут всё выписывала. Поэтому я могла бы это отложить, понимаете? Но это было бы плохо. Для меня было бы плохо. Это бы забрало мою энергию. А сейчас, вы знаете, я даже не чувствую, что у меня что-то болит. А до этого я сидела никакая просто. Насколько я чувствую от вас энергию и насколько мне хочется с вами делиться. Я наполняюсь сама. Поэтому мой совет, просто делать. Делать изо дня в день, не откладывая на потом. Вы очень многие начинаете сейчас собирать информацию, слушать, но при этом вы ни хрена не делаете. Девчонки, вы правда. Вот очень многие, я знаю таких людей, которые учатся, что-то слушают, что-то записывают, ни хрена не делая при этом. Понимаете, они ничего не меняют в своей жизни. Ну нафига вам эти знания? Нафига вы со мной час или сколько уже? Боже мой, мы почти два часа с вами в эфире. Вот нафига вы время потратили, если вы не сделаете какой-то не вывод, это не вот записали. Прямо сейчас, вот прямо сейчас вы можете что-то сделать для себя. То, что вы давно откладывали. Вот. Сейчас я понимаю, что у нас побежит народ сразу, да, но я всё-таки напомню вам про то, какие тарифы для тех, кто был на эфире, что я вам даю скидку по промо-коду Королева. Завтра стартует мой большой цветочный курс, и я буду рада видеть вас у меня на курсе, потому что это курс, на котором мы вам не дадим прокрастинировать. Мы будем вас подгонять, я и кураторы. Мы будем работать над тем, чтобы как можно большее количество женщин, которые придут на этот курс, доделали, сделали по этому курсу домашние задания. Потому что ценные призы, розыгрыши, всё это надо заработать. Сертификат надо заработать. Поэтому нужно обязательно приходить на те курсы, где вас будут мотивировать. А мы вам это точно обещаем. Я вам просто гарантирую, что там будет масса мотивации и от меня, и от других, главное, девчонок. И напоминаю, что эти цены действуют до 2 декабря, до 12.00 по Москве. И также вы можете взять рассрочку на 4, 6, 12 месяцев и, возможно, забронировать эту цену. Просто если сейчас не можете оплатить сразу, там надо посоветоваться и так далее, ну как обычно, да, вот, то вы можете просто перейти на сайт, у меня в шапке профиля есть ссылка, и за 1000 рублей до 7 декабря забронировать эти цены, потому что этих, ну, цена уже другая. И завтра мы стартуем. Но не переживайте, те, кто у меня ещё не с материалами боятся, что у меня материал нет, вы не переживайте. Девчонки точно так же, как и вы, только-только завтра начнут изучать информацию, только начнут заказывать материалы, вы ничего не пропустите. Вы, тем более, я даю на 12 месяцев доступ, у вас будет достаточно времени, чтобы изучить материал. Мало того, мы ещё его и сможете заморозить. Вы 3 месяца не занимаетесь летом, вы потом сможете эти 3 месяца нарастить. Но надо будет только замораживать в школе обязательно. Вот. Поэтому переходите по ссылке в шапке профиля. Если вы там на сайте не разобрались, не знаете, куда они увидели добавить королеву слова, чтобы цена стала меньше для вас, вы можете написать менеджеру, там есть такая кнопочка, не бойтесь. Ну, либо пишите мне в директ, мы с вами, я вам помогу оплатить и так далее. Даже, ну, без всяких сомнений, что мы с вами разберёмся, как это сделать. Потому что я сама, честно, всегда какое-то просто тяжело это всё. Сейчас я вас хочу познакомить с моими ученицами, которые добились уже успеха. Это Маргарита, которая живёт в Германии. Можете записать её инстаграм, можете на неё подписаться. У неё очень красивая работа. Она занимается не только цветами. Она у меня была два раза на живом мастер-классе. Изначально она училась с целью создания бизнеса сразу. То есть у неё была цель, она увидела, что на этом можно заработать. А при этом она вообще творчеством практически не занималась до того, как приехала ко мне, насколько я знаю. То есть она цветами вообще в руках не держала изолон. И при этом у неё прекрасная, замечательная работа. Мало того, она сейчас начала ещё и обучать, пробовать новые виды творчества. То есть она не остановилась на больших цветах, она ещё и развивается. Ну и, соответственно, конечно, заработок просто совсем другой. Я очень рада знакомству с ней, потому что она очень активная, очень позитивная. Советы тоже можете. Это её работа тоже, которую она продаёт. Она продаёт по Германии. Не знаю, кстати, по России покупают или нет. Кстати, вот не спрашиваю. А это известная вам многим по моим сторис живого мастер-класса Тамара, которая прилетала ко мне с Владивостока в Нижний Новгород и в Сочи на живой мастер-класс. И также проходит онлайн-обучение по разным курсам. Она мама троих детей, представляете? И она занимается этим как хобби. Но при этом она, конечно, продаёт. То есть у неё уже есть заказы. Есть заказчицы постоянные. Но она в полную силу не занимается в силу того, что у неё вот трое деток, но, тем не менее, она выиграла гигантскую розу на живом мастер-классе. Тамара, если ты смотришь, тебе вообще просто стыдно будет забросить это дело. Ни в коем случае, потому что у тебя всё для этого есть. И талант, и прекраснейший. Посмотрите, какие красивые работы. Очень красивые. Поэтому. Как проходит обучение на платформе, да? В онлайн-проф. Очень удобный личный кабинет, где все уроки подписаны, разбиты. Нету трёхчасовых уроков, которые нужно смотреть очень долго, длинно, скучно. Я снимаю маленькими блоками, чтобы вам можно было всё это пересматривать. Да, мне это тяжелее, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, насколько вам это всё будет проще потом пересматривать и искать нужную информацию в моей онлайн-школе. Мы специально разбиваем на такие вот удобные моменты. Вот, видеоуроки, естественно, идут с выкриками. И, конечно, по каждому из курсов вы сможете заработать сертификат. Но только в том случае, если вы выполните домашнее задание. Это очень важно. Я не даю сертификаты просто так. Зачем? Зачем? Вы пришли учиться практике. Вы пришли учиться создавать что-то своими руками, а не просто получить корочку. Правильно? Обратная связь и поддержка на тарифах. То есть вы задаете вопросы. Вот, посмотрите, девчонки скидывают свою домашку. Куратор и я мы проверяем, даем обратную связь, как исправить, что не так, где листик подправить, где лепесточек подтянуть. Это очень важно и тоже мотивирует, когда вы не остаетесь с тем, что у вас не получилось, одни. То есть у вас всегда есть вот эта движуха и в чате, и в самой онлайн-школе, где вы всегда можете попросить совета. И если что-то непонятно в уроке... ...заход, естественно, могут быть какие-то моменты. Еще раз повторюсь, какие цены сейчас для вас по промокоду королева. Переходите по ссылке в шапке профиля и добавляйте этот промокод, чтобы получить скидку. А сейчас хочу, чтобы вы задали мне вопросы, которые вас волнуют. Пожалуйста, пишите. Мне кажется, что кто-то что-то спрашивал, но я не могла ответить. Пожалуйста, повторите эти вопросы, что касается прокрастинации и вообще этой темы. То есть про авторство жизни, да, опять же, это тот человек, который строит свою жизнь вокруг себя. Он создает эту реальность. Он не живет в той, которая есть, потому что часто люди соглашаются на меньшее, да, они подстраиваются под других. И на самом деле важно создавать эту жизнь для себя, для ту жизнь, которую вы хотите. Проблема именно с продажами. Приходите в закрытый клуб творческих предпринимателей. Живой МК будет еще у вас. Я думаю, что, наверное, в ближайшее время точно нет. Может быть, летом созрею или осенью. Ну, то есть нет желания пока. Я... У меня будет в марте встреча учениц. Это будет живой выпускной, на который бесплатно могут прийти те, кто по тарифу Королевы Цветов. Оля, спасибо за все. Спасибо за исполнение моего желания попасть на ваш курс. Пожалуйста, Ирина, я очень рада. Вот, то есть те, кто... Вы, во-первых, можете просто прийти к нам, ко мне в закрытый клуб творческих предпринимателей, потому что это будет... Вот сейчас все начинают марафоны желаний, они стоят где-то, ну, не знаю, там от трех тысяч, да, и выше. Вот, а у нас тут с вами в клубе будет и прокачка по бизнесу, и марафон желаний в том числе. В клуб напишите мне в директ или в шапке профиля тоже можно найти. Ну, в директ напишите хочу в клуб, и я вам расскажу условия. Можно оплатить один месяц, а можно три. Оля, а будет еще курс интерьерной штучки 2.0? Да, будет курс, потому что очень многие его хотят. Он будет, не знаю, когда. Может быть, знаете, у меня была мысль, а вот интересно, кстати, спросить вашу обратную связь. Вот я хочу курс по фотозонам в конце января. Это те, кто нацелен на фотозоны, потому что, девчонки, его даже надо раньше делать на самом деле, потому что уже в феврале начинаются заказы, бронируют свадьбы, бронируют на 14 февраля фотозону сердца и так далее. Вот. Но сейчас куда его впихнуть? В декабре тяжело мне его впихнуть. У меня сейчас вот этот курс большой идет. Кто на фотозонах хотел и хочет и знает про этот курс, вот как вам, например, конец января, не поздновато ли? А интерьерные штучки 2.0, я подумала, а может быть, его вообще на начало января, вот на январские праздники, чтобы вы начали заниматься, у вас же будет свободное время, получается. Те, кто у меня вот по этому большому курсу, они получаются, у них прекрасно, у них там столько цветов, картины и так далее, что им до интерьерных штучек даже и не надо. И занимайся, занимайся целый год. Но есть те, кто прям нацелен только на этот курс. Вот я не знаю, если на начало января имеет ли смысл, собираетесь ли вы в каникулы вообще творить. Потому что я, естественно, хочу запускать курсы тогда, когда вам тоже удобно. Я ведь не зря этот большой курс сейчас так запустила. Это же, вот все, кто на этот курс сейчас придут, они уже к весне будут готовы. По новому курсу выкройки будут завтра. Фотозоны курс желательно раньше, чтобы успеть перед 8 марта. Вот и я тоже думаю, что прям даже не знаю, что и делать. И штучки хотят, и фотозоны хотят. Но это разные люди, как правило, хотят. Те, кто хочет интерьерные штучки, они вот маленькое что-то создают тихонечко у себя в квартире. Те, кто хочет фотозоны, это люди уже приходят с капиталом, с каким-то. У них цель, они понимают, что они будут сдавать в аренду, что они будут зарабатывать на этом. Поэтому тут как бы разные-разная аудитория, но тяжело запускать в одно время. Я же присутствую в каждом курсе, я же там даю обратную связь, поэтому не знаю. И штучки хотят, и курс хотят. Спасибо, что вы мне даете обратную связь такую, это тоже важно. Наверное, надо в сторис тоже. А интерьерные штучки как раз на конец можно. Может быть. Надо подумать. Ну вот это ваше только мнение пока. Надо побольше мнений собрать. Вот, потому что, ну, вам так кажется. Надо, в общем, поспрашивать. Вот. Что, какие еще есть вопросы? Вопросы по теме эфира. Кто великий прекрастинатор? Кто себе признался в этом? Кто часто откладывает и принятие решений долго сомневается, долго думает и не доделывает дела? Дайте обратную связь. Поставьте я или помашите. А может быть, есть те, кто послушал, сказал, слушай, а я вообще, я очень искрометно принимаю решения и вообще все доделываю. У меня тоже есть недоделанные цветы. Нет, цветов у меня сейчас практически нет недоделанных. У меня есть недоделанные, недособранные композиции. Я прям вообще вот смотрю на них и понимаю, что, ну, это прям забирает мою энергию. Я уже об этом неоднократно говорила ученицам. Доделывайте все. Все, что недоделано, надо доделывать. Поэтому, когда вы присылаете свои работы для получения сертификата, мы не принимаем недоделанные работы, мы принимаем недоделанные полностью. Это очень важно. А не вот, знаете, там бутончик прислали, и вот мне сертификат дать. Ничего подобного. А где-то между. Очень хорошо. Очень хорошо. Выходите из этого. Понятно, что не получится совсем не откладывать, может быть, что-то, и все доделывать, но себе признавайтесь. Вот я не доделала это дело. Знаете, мой совет еще, кстати, я его не записывала, я только сейчас подумала. Вот что важно. Если у вас много недоделанных дел, вы их все соберите в кучку, выпишите, и прям уничтожьте те, которые точно не хотите доделывать больше никогда. Вот есть у вас недовязанная кофта, и вы ее распустите, скатайте в моток, подарите кому-нибудь это все дело, и скажите, все, я это больше делать не хочу. Потому что натыкаясь каждый раз на недовязанную кофту, вы испытываете что? Вот что вы испытываете, встречаясь с своими недоделанными делами? Мы уже об этом говорили в эфире, но не все со мной до конца. Что вы испытываете, когда встречаете свои недоделки? Когда вот тыкаетесь в них носом? Или когда у вас есть нерешенные вопросы, непринятые решения? Когда вот вы сегодня, вы меня очень вдохновили фотосъемкой с крыльями. Спасибо. Я кого-то вдохновила, а кого-то взбесила этой фотосъемкой, прям взбесила. Они прям брызгли ядом из-за этой фотосессии. Чувство вины, правильно, чувство вины, согласна. А знаете, что это отвратительное чувство? Оно очень плохое. Оно правда плохое. Чувство вины разрушает нас, демотивирует, нельзя. Упадок сил, упадок сил, опускаются руки, правильно, опускаются руки для других дел, согласна. Вы и другие дела не можете делать. Соответственно, злость на себя, ой, это вообще разрушительно. Недовольтворение, да, всё это есть. Поэтому мы сегодня, я такой эфир вам провела, в котором дала вам инструменты, как с этим работать. Быть с собой честной. Почему? А знаете что? Когда вот у меня такое было раньше, я не могла быстро принимать решения. Я, например, выбираю какой-то курс, а я много учусь, да. И я пропускаю, ухожу, и потом думаю, ну почему я не решилась? Вот что такое в голове было, почему я не решилась? И такая, и хожу, и меня это гнетёт, понимаете? Просто сейчас, если мне что-то нравится, я просто в это впираюсь, и никогда потом не жалею. Никогда. Почему? Потому что я всегда от этого возьму пользу. Никогда не бывает, чтобы что-то было бесполезно. Знания бесполезными не бывают. Если я захожу на какой-то эфир бесплатный, и мне не нравится спикер, не нравится, как он подаёт информацию, я просто ухожу и вообще не трачу время. Бесплатная эта информация, не бесплатная, неважно, я ухожу. Но если я хочу развиваться в каком-то направлении, я буду учиться там у лучших. Олечка, спасибо, попали в самое сердце, пожалуйста. Я рада, что я вас задела в хорошем смысле. Я, наоборот, собираю всё недоделанное, и за один день всё завершаю. А зато потом чувствую, как будто героический поступок. Вот, это правда есть, это правда есть, согласна. Потом чувствуешь себя прям окрылённой. Я тоже записалась на ваш курс, чтобы потом не делать. Правильно. Потому что, когда вы вот так здесь чуть-чуть сохранили бесплатную информацию, здесь попробовали, у вас этот цветочек не получился, вас никто не поддержал. Здесь тоже непонятно как. И вы вот это, знаете, что у вас? Не работает. Это никому не надо. Это всё херня. Легче же так сказать, да, чем признаться себе, что ты, а ты вообще-то не вложился в себя. Вы знаете, меня очень поражает, когда мне говорят, а что-то мне не покупают. А мне, кстати, девчонки это рассказывают, мои же ученицы. Вот Женя мне рассказывала, она женщине одной пишет. А ты сходи хоть раз на платный курс, ты по бесплатным учишься. С чего ты взяла, что тебе клиент будет платить деньги, если ты сама не заплатила за обучение? Почему ты решила, что он будет, почему он должен тебе платить, а ты не платишь? Ну, я не пойду, что там нового скажут? Она говорит, да ты что, ты не представляешь, какая разница платное и бесплатное обучение. Ты просто, просто не представляешь. И мне, помню, она прям записывала у меня аудио, говорит, я не понимаю, какие ограниченные умы. Они хотят миллионы зарабатывать, но при этом не вкладываться вообще в себя. Есть, конечно, те, кто вкладывается, те, кто постоянно учится, но ничего не делает. И это тоже есть. Это те, кто собирает знания и на них сидит. Они ничего не делают. Или они делают, но не до конца. Кстати, это тоже одна из прокрастинаций. Начать делать и бросить. Ну, в смысле, даже не так. Из-за чего возникают потом отложенные дела вообще у нас? Почему мы начинаем одно дело откладывать, второе, третье? Потому что мы первое не сделали на 100%, мы не получили от него удовлетворение, от этого дела. И потом мы переносим этот опыт на все остальные процессы. Мы считаем, что это всегда так будет. Вот давайте пример. Например, я очень хотела свой идеальный день рождения. Я хотела, чтобы было все круто, бомбически. И, предположим, я бы не вложилась в него правильно. Я бы не организовала все. Я бы, ну, скажем так, не сделала бы это дело на 100%. Вроде было день рождения, да все не так. Все что-то не то. Скучно, неинтересно. Там, ну, еще что-то. Мое день рождения получилось офигительным, веселым, просто идеальным, потому что я туда вложилась на 100%. И вот другой человек, который не доделал на 100% и не получил кайф от своего дня рождения, но деньги-то он потратил, время-то он потратил, просто он не до конца доделал. Но он же не признается в этом. Он что будет говорить? Нафига такие дни рождения дорогие справлять? Нафига эти ведущие ничего не дают? И вообще вот это все не так и все не эдак. А если раскопать, то окажется, что он вообще-то и не вложился так, как надо было бы. Понимаете? Это как вести Инстаграм. Вам, вы говорите, там ничего не продается. Инстаграм, там не заработать. Все зарабатывают, остальные, кроме вас. Ну, предположим. Почему? Потому что вы... Я выложила пост, я вышла в сториз, но никто ничего не купил. Все. Это обман. Все. Ничего не работает. Правильно. Легче так сказать, чем впахивать, как остальные. Чем делать это регулярно, чем действительно развивать свое дело в социальных сетях. Лучше спрятаться в домике и сказать, не работает, не получается, все ерунда. Это просто у вас, наверное, случайно получилось. Или вы накрутили подписчиков. Или вам там папа помог, или мама помогла. Понимаете? Вот очень часто так бывает, что вы откладываете остальные даже дела или боитесь решиться на что-то, потому что когда-то вы не доделали что-то до конца, но решили, что... А, ну, например, кстати, вам прописывают, например, чтобы волосы не лезли, нужно каждый день делать массаж. Каждый день. Нужно втирать, нужно ложиться в 10 часов, вставать в 6 утра. Нужно каждый день выпивать в одно и то же время витамины, и нужно там, ну, не знаю, там, еще что-то. И вы, значит, чуть-чуть тут поделали, это пропустили, это забыли, это вы считаете, что ерунда. А, приходите к врачу, вы мне какую-то херню написали, у меня волосы так и лезут. А врач спрашивает, а вы точно все делали? Ну да, и витамины пила, и спать ложилась рано. Ну ничего, умалчиваем только, что не каждый день, что это не в привычку вошло, что витамины я пропускала пить, что пила я их не в то время, что массаж я делала не каждый день. И вот это вот очень часто бывает у нас, что мы не делаем на 100%, но потом будем всему миру говорить, что это не работает. Вот сейчас откликнулось, вы прям суть поняли? Я, кстати, это вообще не записывала, я просто вот в голове у меня сейчас, я вот понимаю, как это работает. И у меня такое в жизни бывало, когда я сама не доводила до конца, но потом говорила другим, что это не работает, сейчас я так не делаю, потому что я не довела сама до конца. Вот просто дайте обратную связь. Вот дошло вот это, ну прям прониклись. По-моему, круто, я придумала. Ну что, давайте прощаться, потому что время 10 час. У меня сегодня был, правда, тяжелейший день, и я вам благодарна, что я не чувствую сейчас, как у меня болят десны, просто мне там просто все расхерачили. Это, видимо, на адреналине, на общении с вами. Надеюсь, что я сейчас пойду домой, у меня они не заболят, что они мне просто прошли. Я хочу в это верить, пожалуйста, потому что я так мучилась сегодня просто. Когда отошла анестезия, это было невыносимо. У меня даже в уши, по-моему, стреляло. Вот. Когда уже это закончится, не знаю. Оля, вы крутой мотиватор, спасибо. Но вы тоже для меня мотивация. Вы тоже те люди, которые дают мне мотивацию. Что могу сказать? Могу сказать, что, конечно, прежде всего, я жду от вас обратной связи в Инстаграме. Я постараюсь это видео сохранить, выложить его в Инстаграме. И буду рада вашим комментариям. Как присоединиться в мой закрытый клуб творческих предпринимателей? Если вы решили идти на тариф Королева цветов, то вы три месяца бесплатно участвуете в этом клубе, и он вас за три месяца изменит точно в лучшую сторону, поверьте. Тем более, вот этот декабрь, мы просто в декабре будем там, правда, качать мощно. То есть мощнее, чем было до этого, это все силы на декабрь, чтобы зайти в Новый год так, как нужно. Декабрь очень важный месяц. И очень важно, если вы только в клуб хотите, то приходите, конечно, тоже. Оля, желаю вам спокойной и здоровой ночи. Спасибо за каждое ваше слово. Спасибо большое, очень приятно. Оля, спасибо, я сегодня вообще случайно попала сюда. Это знак, все про меня. Не случайно, Ирина, никогда не случайно. Крепитесь, зубки будут супер. Да, они уже даже ничего. Ну, пока прям... Это пластик пока. Пока с пластиком хожу. Олечка, спасибо огромное. Пожалуйста, пожалуйста. Вам обязательно эту информацию переварить и применить, потому что ее просто хранить нет смысла. Это бесполезно. Я вас обнимаю. Желаю вам тоже хорошей ночи, чтобы у вас силы были на утро не откладывать дела, а доделывать их до конца. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok